Привет, друзья! Я снова к вам с горячими новинками в мире однопользовательских игр на ПК. Если вы обожаете проводить время в увлекательных приключениях виртуального мира, то вам точно понравится данный выпуск. Готовы окунуться в мир захватывающих сюжетов, потрясающей графики и множество эмоций? Тогда загляните под видео, поскольку там есть ссылки на магазины, где все игры всегда по отличным ценам и с быстрой доставкой. А теперь без лишней задержки погрузимся в это видео лучших новых однопользовательских игр для владельцев персональных компьютеров. Амнезия The Bunker довольно жуткий в своем исполнении хоррор, где нам предстоит выживать, справляясь с сюрпризами и неожиданными событиями. Атмосфера способна держать напряжение на протяжении всего времени прохождения. Мы сыграем роль отважного солдата французской армии, который, казалось, находится в максимально безопасном бункере, но со временем понимает, что он попал в самую настоящую ловушку. Атмосфера в игре, как в ее предшественниках, детально проработана и порадует еще большей реалистичностью, поэтому каждый сможет почувствовать себя частью этого пугающего и непредсказуемого мира. Игра нелинейна и имеет свойство генерироваться случайным образом, что сделает прохождение еще более интересным. Не обойдется без сражений с коварными оппонентами, поэтому позаботьтесь о боевом арсенале и не забывайте постоянно совершенствовать навыки. Графика игры круто проработана, максимально реалистична и наполнена крутыми визуальными эффектами. Sea of Stars – динамичное ролевое приключение, разработанное в стилистике игр старой школы 90-х годов. Повелитель плоти восстал, и теперь мир находится под угрозой уничтожения. Мы же узнаем историю двух детей солнцестояния, обладающих особой силой и могуществом, которые являются единственной надеждой людей на спасение. Твоими противниками станут жуткие потусторонние силы, которые готовы сделать все, чтобы тебя остановить. Используй силу солнца и луны, применяя затмение, что позволит справиться с противником в два счета. Важно постоянно совершенствовать навыки, которые позволят справиться с боссами и, наконец, добраться до самого повелителя плоти. Главная задача – найти способ предотвратить катастрофу, но для этого предстоит пройти немало испытаний. В игре имеется пошаговая боевая система, а это значит, что ты самостоятельно будешь искать подход к тому или иному типу противника. Blast Fembles 2 – продолжение популярного игрового проекта, разработанного в 2019 году, который был представлен в сочетании жанров экшена и платформера. Мы отправляемся в мрачный и непредсказуемый мир ортодоксии, который кишит всевозможными суевериями и религиозными фанатиками. Потусторонние силы захватили этот мир и только тебе под силу его спасти, отправившись в далекий путь сквозь преграды и опасности. Сюжет будет раскрываться по мере прохождения, но полный неожиданными поворотными событиями и мрачными секретами. Уровень сложности достаточно высокий, отчего игра становится еще интереснее. По мере исследования, важно постоянно развивать навыки и заполнять арсенал мощным вооружением, так как впереди тебя ждут битвы не только с толпами коварных монстров, но и с их боссами, обладающим рядом уникальных навыков. Что касается графики, то она была проработана в двухмерной пиксельной стилистике с мрачной, порой пугающей атмосферой. Avatar Frontiers of Pandora – это красочный приключенческий проект, действие которого происходит в ярком фантастическом мире Аватара. Основное действие – загадочная земля Пандора, планета, населенная уникальными существами. Главному герою, как одному из представителей народа нави, предстоит принять участие в головокружительном множестве приключений. Вам и вашим подопечным придется сражаться с рядом могущественных корпоративных сил, которые угрожают безопасности всей планеты. Таинственный мир планеты находится достаточно далеко от земли, чтобы насладиться им в полной мере и в ярких красках. Угрозы исходят от крупной военной базы с большим количеством размещенных там войск. Они начали войну против коренного населения Пандоры, используя все имеющиеся в их распоряжении технологии. У жителей этой планеты нет другого выбора, кроме как дать отпор, используя свою силу и ловкость, а также некоторых уникальных животных, умеющих летать. Эти драконоподобные существа могут развивать значительную скорость, ловко уворачиваться от летающих пуль и снарядов. Только с их помощью мы можем надеяться на успех. Игроки смогут насладиться независимой и уникальной историей, которая разворачивается в неизвестной стране Пандора. Также игроков ждет захватывающая перспектива от первого лица в открытом и красочном мире. System Shock Remastered. Это ремейк уже нашумевшей игры, который теперь готов к тому, чтобы вы снова насладились игрой. Графика также была значительно улучшена. Мир стал ближе к реальности, чем раньше, что делает атмосферу еще более захватывающей. Эти события отправляют вас как главного героя в будущее, где человечество достигло высокого уровня в плане развития искусственного интеллекта. Отправляйся в цитадель, где находится мощная станция, управляемая искусственным интеллектом. Недавно здесь произошла драка с неприятными последствиями. Половина экипажа стерта с лица земли, но причина произошедшего до сих пор неизвестна. Ваша главная задача исследовать все локации и секретные области станции. Найти полезные ресурсы и ценные предметы, а также ответы на все имеющиеся вопросы. Вы должны во что бы то ни стало выяснить, что произошло, но справиться с такой задачей нелегко. В этом приключении вас ждет множество опасностей и неустанных сражений со зловещими противниками, которых необходимо преодолеть, чтобы добиться успеха. Dave the Diver Это игра, созданная в жанре симулятора, которая позволяет нам погрузиться в бескрайний мир подводного плавания. Мы становимся владельцем скромного ресторанчика, специализирующегося на приготовлении суши. Но наш бизнес находится в трудном положении. Чтобы вернуть давно утерянную популярность, мы принимаем решение отправиться на поиски уникальных видов рыб, чтобы создавать самые изысканные блюда в городе и привлекать больше посетителей. Вооружившись аквалангом, мы отважно отправляемся в путешествия, исследуя глубины океана, чтобы пополнить нашу коллекцию удивительных представителей подводного мира и разнообразными сокровищами, которые также принесут нам некую прибыль. Одновременно мы не забываем управлять рестораном, стремясь развивать его во всех аспектах и расширять его масштабы, чтобы привлечь гостей со всех уголков мира. Графика игры тщательно проработана и включает в себя приятную анимацию и яркие привлекательные цвета. Трипанк 2 Трипанк 2 Трипанк 2 Это вторая часть динамичного и немного бешеного шутера от первого лица, в котором мы встаем на пути сопротивления и пытаемся уничтожить как можно больше противников. Игра имеет отличную сюжетную линию, где главный герой оказывается в тюрьме, но вскоре его вытаскивают неизвестные люди. И он теряет память и все воспоминания о своей прошлой жизни. Теперь вам предстоит пройти сложный путь, раскрывая темные секреты, преодолевая препятствия и сражаясь с каждым, кто осмелится встать на вашем пути. Динамика игры на высшем уровне, поэтому скучать некогда. Лабиринты коридоров будут максимально непредсказуемы и запутанными, поэтому вам придется подключить свои стратегические навыки и сделать все возможное, чтобы восстановить свои воспоминания. Игра предлагает множество интересных испытаний, с которыми нелегко справиться, поэтому позаботьтесь о том, чтобы развивать свои навыки. Графика очень хорошая, с красивой анимацией и визуальными эффектами. Дреджи – это захватывающая игра, которая увлечет вас в мир бесконечных просторов глубин океана. В этой игре вы будете играть за подводный дрон, который исследует морские глубины, ищет полезные ресурсы и борется с опасными морскими существами. Вы будете наслаждаться потрясающей графикой, динамичным геймплеем и интересными заданиями. Вы будете исследовать различные морские глубины, собирать ресурсы и улучшать свой дрон, чтобы стать более эффективным и устойчивым к опасностям, которые вам грозят. Одной из ключевых особенностей является его уникальный игровой процесс, который предоставляет игроку большую свободу в выборе того, как он хочет достичь своей цели. Вы можете использовать свой дрон, чтобы добывать ресурсы на морском дне, исследовать новые области или сражаться с опасными морскими существами. Однако, как в любой игре, в Дредже есть свои вызовы и трудности. Вам придется бороться с морскими существами, которые не будут жалеть вас, если вы попадете на их территорию. Вы также должны будете заботиться о состоянии своего дрона, чтобы он мог успешно выполнять задания и преодолевать все препятствия. Это игра, которая позволяет игрокам погрузиться в увлекательный мир океанских глубин, насладиться потрясающей графикой и захватывающим геймплеем. Если вы хотите испытать свои навыки в исследованиях и приключениях, то Дредже – идеальный выбор для вас. Armored Core 6 Fire of Rubicon Это увлекательная творческая сага в жанре экшена, обладающая уникальной игровой механикой и впечатляющей динамикой. Сначала погрузитесь в создание собственного меха, которым ты будешь управлять, преодолевая испытания, исследуя заброшенные уголки и успешно выполняя разнообразные задания. Глобальный мир игры открывается перед тобой, раскрывая масштабные реалистичные области, готовые поразить своей атмосферой. Не обойдется без напряженных баталий с множеством противников и их беспощадными лидерами. Поэтому критически важно подготовить боевой арсенал и систематически совершенствовать свои навыки. В игре представлена многогранная сюжетная линия, рассказывающая нам картину будущего человечества, которое обрело таинственное вещество, способное повысить технологический уровень. Однако внезапное событие вызвало глобальную катастрофу, приведя к решению планетарного запечатывания. В роли наемного солдата, ведущего команду в бой, тебе предстоит исследовать этот мир и сражаться за доминирование над веществом с другими влиятельными фракциями. Atomic Heart – это игра в стиле шутера с видом от первого лица. В сюжетной линии все начинается в то время, когда происходит основное развитие СССР. Главный герой – подготовленный агент, который после провала задания должен выяснить, почему все пошло не так. Что еще хуже, фабрика кишит обезумевшими роботами, которые испортились и готовы убить все живое, что встретится им на пути. Игрок получает огромный арсенал всевозможного оружия после того, как сможет пройти серию сложных головоломок и отбиться от роботов. Все это можно считать легкой подготовкой к главному монстру, который скрывается где-то внутри фабрики. К особенностям игры относятся огромное количество различных роботов, обладающих способностями и навыками. Безлюдная местность, где помощи от своих ждать не приходится. Уникальная физика оружия и ограниченный боевой запас. Иногда вместо обычной перестрелки приходится действовать тихо, потому что иначе можно начать все сначала. Не нужно шуметь, ведь где-то рядом роботы могут услышать героя. Вам предстоит прорваться через огромную базу, захваченную роботами, при этом собирая предметы, которые можно будет использовать в бою. Мы только что побывали в увлекательных мирах самых горячих новинок однопользовательских игр. Я надеюсь, что мой топ-10 позволил вам открыть для себя что-то новое и захватывающее. Какая из этих игр привлекалась больше всего? Расскажите об этом в комментариях. И не забудьте подписаться на мой канал и поставить свой лайк. Спасибо за внимание и до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!